Сегодня у нас 30 сентября 2015 года. Вот мы с братьями работаем. Вот и Иначе к нашему пришел. Боже, милость сегодня и грешится. Даме Господи, помилуй меня. Бесчеславясь и грешил, Господи, прости меня грешил, помилуй. Мир дома всему. С миром, милом. Я маленько переползал сегодня. Долго в интернете был. Серьезно. Я еще вопросы задаю. Сколько людей ищут истины. Интересно, наталкиваются на меня священники, которые прямо лопаются о злости. Вообще, ничем не объяснимо, ничего в них не брал, не трогал. Так пока не три. Ты что, редьку сначала трешь? Я не могу сегодня палец повредил. Ну, порепал что-то, не повредил я его. Замотал. Поэтому вы сами тут. Так, я что принес вам подарок? Вчера вы спрашивали, там мордушку ставить. Старые, слевшие, нет ничего. Бери сколько надо. Чтобы веревочки были. Никакой веревочки нет, мордушку привязать. Никита? Да. На, во все карманы наталкай. Потом Володе дадите, чтобы вы были у меня вооруженные. А ты говорит, тот. Наталкай в карманы. Значит, все. Воспорядок дня у нас сегодня какой. Сегодня среда. Вчера ко мне Леша Устинов пришел. Он созвонился с Мамонтова. И они начали говорить, там, это организация наша, вам надо самим приехать и заказать песок. Камазы, чтобы официально было. Но я знаю, сколько обмана везде. И поэтому тут надо какие-то меры принять. Сергей Павлович, ты, я говорю, повязку снял? Видишь, какой ты, как огурчик сидишь сидит. Ну, что делать? Надо ехать. Я подумал еще раз и подумал, а я зачем поеду? Туда ехать, разговаривать надо. Половину не слышу, аппарат не люблю. Это дело. Главное делать так, как мы делали с этим, с бульдозеристом. Сашенко Алексеем Александровичем. Вечером расчет, Володя или ты, все это снимаем, ну, все как есть. Значит, ты помнишь, как мы ходили в Билайн? Низ под полы открыто снимать. Наши покупали, когда Газель, машину-то, и там все снимают, в бухгалтерии, везде никто, запретов никаких нигде нету. Снять на видео все, что у вас там будет. А там будет следующее. Им нужны деньги. И деньги по нашим доходам не маленькие, не рубли. За песок я сразу выкладываю 80 тысяч. За песок. Какой песок посмотреть? Песок есть песок, ну, посмотреть не из грязи ли. Ну, еще не знаете, какой песок. Ну, Алеша строится, знает там. Ты за рулем, на твоей машине. С тобой я вчера договорился, что ты повезешь. За поездку я рассчитаюсь. За работу ничего нет. Мы делаем бесплатно все. Считай, сколько бензина сожжешь. Дальше. По всей вероятности, придется платить сразу, чтобы второй раз не ездить и за крупный щебень. Это порядка у них 800 рублей тонну. То есть, если мы платим за песок 4 тысячи, за 10 тонны, то за этот придется платить 10 тысяч. А как их... У нас 20 КАМАЗов надо. Я посмотрел сейчас в интернете еще. Примерно столько же надо это. То есть, мы должны сразу же заплатить примерно 180 тысяч за щебень. А то и все 200. Ну, понятно, что такими деньгами в деревне частник не оперирует. Это дом. У нас дом тут 200 тысяч стоит. А это на дорогу уже сколько вложили, и еще будет. Уже больше 100 тысяч заложено туда. То есть, улицу построить. Ну, будем знать. Хотя я это все знал уже где-то. Ты все снимаешь. Подаешь деньги, она говорит, снимаешь документы. Заранее сказать, мы все снимаем. Она увидит там. Да можно не говорить даже. Это везде можно. Не разрешается. Нам запрещали, когда нас задержала милиция, там сопровождала, уберите. Никаких. Снимаем все. Но как только переступили милицейское здание, порог, там у них закон. Там уже не снимали. Ну, ты был. Ну, ты знаешь, когда они нас захватили, потащили, а потом вышли, показывают, где библиотека, простите, нам позвонили, что вы такие-то, там, ваххабиты какие-то. Ничего нет. И милиция, уголовный розыск, руки нам жмет, фотографируется с нами. Это чего-то стоит. Значит, сегодня мы идем на трассу, тут успели ее маленько нам повредить во время дождя. Корову заходили, а корова, что там, копыта она давит. Все надо затрамбовать. Значит, вы трое идете туда, толкушка железная у вас там, с собой берете лопаты две совковых, совковых. Ну, я не знаю, стоит ли брать эту штыковую, штыковую. Звонит мне сегодня один человек, хорошо нам знакомый. Послушайте, что я вам скажу, известия какие. Украина предъявляет обвинения в России. Избежали из армии два солдата, и теперь они их увидели, одетые в шинелях, работают в Потеряевке. Один из них, Пащенко Владимир Александрович, ну, а второй известный Колесников Никита Андреевич. Дезертиры из народной украинской армии. Так что, если это серьезно, а не анекдот какой-то, то у нас интересные кадры будут. Интересные. Если бы такое было. Значит, это чего-то стоит потерять, если даже дезертиры к нам бегут через всю страну, до половины России добежать и осесть здесь. Россия еще вспомнит нас, как надо работать, как веровать. Я знаю, что объединяющая идея, объединяющая, только одна, дети воспитаны во Христе. И далее, все в России, какая она есть, строилось, губилось ли через православие. И у меня надежда всегда есть, что православие отдельные, где-то личности будут пробуждаться. Несмотря на все беды, которые идут сегодня отовсюду, и самое главное, это низкий рейтинг к церкви, никогда таким низким не был. И все беда начинает верха до низа руководство. Вот сейчас я что сказал? Мои материалы, которые я писал 10 лет назад, они их теперь поднимают и муссируют. А вы поносите патриарха, патриарха никогда не поносил. Никакого. Но высказать мнение я имею. Если я говорил о митрополите Кирилле, Смоленском, Калининградском, он был митрополит, это не начальник народа. Начальствующие в народе, как апостолу Павлу сказали, когда он спорил с такими, молчали, но когда первосвященнику сказал, стена подбеленная, не стена, а стена одного человека, Павел попятился. Я его никак не называл. Я говорю только о том, каноны какие нарушаются. А священникам торта раскрыть нельзя. Они ничего не знают, кроме деньги, 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 трусость и корысть. Корысть и трусость. Главное, болезни государства, как писал Левитин Краснов, шесть срока подсидевший в советское время. Церковный писатель. А моя церковь, родная православная, трижды больна этим. Корысть и трусость, трусость и корысть, и все покрывающее зависть, священство. Идут туда люди, которые ни к чему не способны. Мелочные, мстительные, невообразимые даже. Ну а как будет? Никак, Бог будет выжигать их дотла. Они приговоренные. Они сели на Моисеево седалище, когда их никто туда не садил. Они никому не разрешают проповедовать. Выискивают всякие причины, чтобы уничтожить живой голос. А они не слышали голос пророческий. Пускай послушают. Так вы что, пророк? Нет, не пророк. Я пророческий голос из Библии беру. Что с ними будет? Я начал с чего и куда поворачиваю? Потому что под сегодняшнее утро ко мне все подъехало. У нас будут интересные люди, если Бог благословит через год. Я получил какие известия. Вполне. Но для того, чтобы поселиться в Потеряевке, нужно, конечно, получить разрешение. Такой у нас устав. Чтобы человек соответствовал пяти качествам. Не лжет. Доказать, что он не лжет. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Книга пророка Исаия 13 глава 14 стих говорит «И побежит каждый к своему народу из Израиля, которые русские уехали туда, если он не еврей, из Германии, из Франции, из Америки». Вдруг Бог положит им такое чувство ностальгическое в душу. Скажет «Улицы подметать будут, дворником пойду, но вернусь сюда. Это моя родина». Мне это дано. Я в Америке был, я не знал, когда я вырос. Хотя меня возили, везде все давали, собирали помощь, там контейнер 12-метровый собрали. Ничего не дошло. Попутно все это говорю. Итак, мы должны здесь делать то, что есть. Я обращаюсь к священникам. Умолкните, как говорится, заглохните. Вы все будете поражены, что лезете сейчас на меня. Ваши слова, которые вы говорите, брызжете на меня ядовитое слюною, а они во всем мире это есть. Но то, что я говорю, никто не говорил. Никто нигде. Я только предполагаю, что мои слова могут сходиться со словами Иеронима Стридонского, который умер в 420 году. Мои слова вы искать будете. Если мои слова ничего не знают, еще одно вас бешенство находит. И здесь, и за границей. Даже не слыша обо мне. А почему? А как? А как вы узнаете, что он такой? Очень легко. Вчера меня спрашивают об одном священнике, известном, не хочу пока называть, сбежавшей с Украины. Как бы ему опасности не было. Ну и как вы о нем думаете? За что думаете? А вы же уже выступления его против меня идут. В одном месте кто-то его спрашивает. Скажите, а вот как-то Лапкин Игнатий говорит, что Давыду Господь за его тяжкое согрешение предложил три наказания. Три года, три месяца и три дня. Игнатий говорит, кайся, не кайся, но уже выбор сделан. Как это так? И священник начинает муссировать. Игнатий еще, он не знает, я его не считал, не знаю, но ему надо меня уже ухватить. Он бы просто сказал так, как положено. Он, видно, Библию не считал, не знает, о чем речь идет. Действительно так. Непонятен вопрос, почему Давид предпочел гибель народа, чем самого себя. Один вопрос нерешенный. А остальное понятно. Три выбора. выбора, не покаяния. Покаяние уже принесено. Три. Вот оно лежит. Выбирай, что, от чего умрешь. Голодом ты умрешь. Вот голодом. Враги будут гоняться с тобой. Или я прощешу народ, сделаю, уменьшу. Вот оно все на глазах у меня. Только сказал, и сразу вещи под руками. Они этого не знают. А о нем, что ты можешь сказать? Когда я впервые услышал вопрос, об этом священники меня спрашивают. Я стал смотреть его выступления, в храме, на Украине, где он там призывает, там, то другое. У меня сердце сжалось. Я понял, он обречен. Я сразу почувствовал, от него грозная опасность идет до России. Как так? Так он же... Я не знаю. Я не могу объяснить. Про него я ничего не могу сказать. Может быть, он прекрасный семьянин, хороший проповедник. В биографии его там узнали, говорят, там, где-то он раньше был с преступниками, то другое. Сохранил тот навык. Не знаю я. Я только внутри себя почувствовал, как во мне все сжалось. Беда. Без объяснения. Но внутренние мои чувства, они не судятся. Беда. Грозная опасность. А как? Я сравниваю так. Не обижаться только, когда узнает, кто, о ком я говорю. Я сравнение делаю. Хорошо обученная лошадь. Стоит спокойно. И вдруг, один из них подходит, все грузят мешки, муку и то, другое. И один подходит с мешком, непонятно, что у него там, ехать на санях зимой-то. Лошадь сразу запрела ушами, прядет ушами, придет как бы. И вдруг она на месте стоит, заржала на дыбы, встала, рванула хозяин, оборачивается, понять не может, что случилось. И он не может коня. Подошел за узду, взял, а конь храпит, который последний садился. Мы на охоте были, волка убили. У меня большой мешок, я заранее был, чтобы не было. Я в мешок положил. И в мешке волка чувствует. Конь совершенно повел себя адекватно тому, что есть. Я вот точно такое имею чувство. Первый раз, ничего не зная, встречаясь с человеком или читая о нем, я внутренним чувством могу показать, куда стрелка пошла за нуль, отрицательная или положительная. Иногда на отрицательный буквально дрожит относительно этого человека такое положение. С чем связано, не знаю, но маленько кое-что проясняется. Выступает Дворкин, он мне начинает клеймить. Меня спрашивают о нем, я могу еще сказать, человек нерожденный свыше, определенно, имеющий двойное гражданство, американское, русское, кто его поставил, с какой целью пристали в Россию, ну а общее название какое-то, разрушитель, как стерлигу Герману. Я имею свое чувство, передаю, я ничего не доказывать не хочу. Я начал с чего? С сегодняшней работы и говорю, на следующий год в это время у нас в Потеряльке могут быть новые люди. Вполне. Зависит от того, как я отвечу и как они отреагируют на это. То есть у них есть желание поселиться в Потеряльке. Так, Никита, представь себе, что поступил запрос из вооруженных сил незалежной Украины. Ты сможешь доказать, что ты не беглец из армии Украины? Что ты отказался защищать свою страну? А скрылся здесь? А что там доказывать-то? Нечего доказывать? Могу. Можешь. Значит, у тебя защита какая? Правда. Ты не повинен, ты не сбежал из армии, тебя отпустили из Украины добровольно, да? Да. Тебя здесь проверили в КГБ, везде, в тебе ничего не нашли подозрительно. Ну, а тут уже понятное дело как. Вот, сегодня утренние наши какие размышления. Все сводится к тому, что много нападок от священства сегодня опять уже на меня. Ну, я вижу, они какие мертвые. Но ты мог бы их исправить? Нельзя. Ветхие мехи не вливают новое вино. Они мертвые, они совершенно мертвые. И говорить им это унижение самого себя, тем более, я уже дважды, трижды им говорил и вижу. Ну, он видит, что я не отвечаю. Он не останавливается, гонит и гонит, он переполнен. От избытка сердца, говорят, уста. Язык это лопата, лопата, которая выбрасывает то, что в сердце не помещается. Я им говорю, утишитесь, я на вас не нападаю нигде. Вы нападаете-то, вы нападаете на меня. Вы. Я-то вас и знать не знаю. О которой есть, я им сказал, один раз материалы выставил. Я даю капитальные материалы. Эти материалы собирались, как для книги истинной православия, 40 лет. Даже более того. Я конкретно могу сказать. А они ничего не могут сказать. А он такой-то, он поносил там патриарха, он против монастырей, против мощей. Заявляю еще один раз. Для глупых. Независимо от того, они подрогожи или в рязке, под рязкой, под ризой. Я не против монастырей. Я за монастыри, но не такого устроения. Такие, где нет обещания, никакого. Просто одинокие люди собрались и работают. Вот монастырь. Вот сидят люди. Это монастырь. Мона один. Больше ничего за этим не стоит. И он свободен. Заботится, как угодить Господу. Главная забота угодить жене от пала. Дальше это все поглощает жена. А то утлый сосуд. Что интересно, в Америке одинаково пенсионный возраст 65 лет для мужчин и для женщин. Уравнено. И это справедливо. А надо бы наоборот сделать, чтобы мужчина шел в 60, а женщина в 65. Вот надо как делать. Почему? А у ней генетически заложен более длительный образ жизни. Почему церковь набита одними женщинами? Ну, во-первых, мужики ненормальный образ жизни. Не раз, на фронте поколотили два, а в-третьих, генетика показывает. Долгожителей женщин намного больше, чем мужчин. Вот. Это я все это попутно, слишком много говорят. И поэтому я за монастыри такие, такие, как у Елисаветы было, где Варвара там была. Не дают обещания, служат Богу, одинокие, полюбила какого-то солдата, раненого, безногого. Я, матушка, хочу выйти замуж. Поезжай с Богом, голубушка. Вот как надо делать. Они связывают человека ненужными обетами и вредными обетами. Сколько нарушают, и ромонахи женятся, монахи блудят, друг с другом развратящие, снова материалы пошли от Андрея Кураева. Что они делают? Страна голубая, мужеложники, геи. И попы на меня нападают. Вы в себя разберитесь, залежите все, что вы наделали за это время. Вы развратили народ. Люди не знают евангельской веры. Одно только. Кадила, свечи, деньги. Все кончилось. Что вы на меня лезете-то, как свора диких псов, бешеных волков? Не трожьте меня. Я вам отвечать не буду. Я отвечаю вот сейчас, и мне некогда даже писать одной буковке. Я за мощи. Повторяю, я за мощи. Оказать им честь. Ну как, человек умер. Как его, похоронить или резать его? Что лучше? Ну не сегодня резать, через год, через столетие. Какая разница? Пилят, режут. Ноги отпилены, вот так вот, с крюченой там пальцы, и стоит митрополит, обмывает, рядом епископы стоят, это вода, куда они одевают, не знаю. Виномо было. Отдельно козница, череп, мортирий написано. Кому это надо? Страна мертвецов и трупов. Трупы поклонники. Не трожьте трупы. Это трупы. Ой, а как вы о мощах говорите? Ну так. Это трупы. Какие бы святые не были, они не могут быть более святые, чем Иноха Илья. Это два человека, которых Бог удостоил без смерти взять на небо. И они сойдут, и их убьют, и написано, и трупы их бросят на улицы города. Трупы. Где труп, там соберутся орлы. Трупом назван сам Христос. Мощи, ковчежец, да обыкновенный ящик, где кости гнилые. Не трожьте мертвецов. Все изъять надо. Отовсюду. Где только зашитое, вмонтированное. И с честью, с песнопением, с патриаршем, хором, с патриархом призвать всемирного патриарха, там в Арфаломея, кто там есть у них, и похоронить в самом достойном месте, не прикасаясь к ним. Похоронить вместе с этими ковчежцами. Я вот к чему призываю. Потому что кладбище, это не человеку принадлежит, а Богу. Упокоиться в Боге. Они ложные обвинения на меня возводят. Они мертвые попы. И поэтому, что я могу отвечать? Мертвец. Он в миру живет. И прямо он взлобится. И он стоит у престола, руки поднимает после этого. Я смотрю, Господи помилуй, еще делается. На меня коммунисты так не нападали. Один раз выступили, сказали что-то и все. А это каждый день один и тот же. То Бирюков какой-то там, знать его не знаю. Видел один раз, он беседует там с больным человеком. И он сидит, о чем говорит, там ничего нету. Вообще нету. Там не может никто пробудиться от его слов. Мертвый поп совершенно намертво. Но я уж не говорю там про Дудина. Там вообще больной, глубоко больной. Вот он выискивается, насчитался, во мне не хватает. Во мне этого не хватает. Что вы находите, во мне все так и есть. Давайте предположим, что во мне все это есть. Но я каюсь. Я хожу на исповедь, причащаюсь. Вам-то какое дело до моей души? Вам нужно считать Евгения Евтушенко. И тут же обольстители толпы из той же самой партии попы. Вот кто вы. Из вас-то ведь из архиереи сто процентов были КГБшники. Сто. Священники некоторые только выскользнули. моего неправославия, как вы меня называете, хватает, чтобы стихтанты делались православными. А вы своим поведением делаете такое, что у них у всех отвращение. Они замызганные здесь. Вы мстите им, что они пришли сюда. За одного Сергея Пестова вам не ответить. В моем доме приходили люди, которые расставались с партийными билетами, комсомольскими. Делались иеромонахами. Вам что говорить-то? А якобы Геннадий Михайлович, отец Григорий, иеромонах, убитый в Туре. В моем доме он начал путь не в вашем. Вы не знаете, как лопаетесь от злости к евреям. Вы за это еще ответите. Везде траете против евреев. Жиды, жиды. Я знаю, протокол асиомских мудрецов не хуже вас. Издавал. Издавал в советское время. Но не евреи в этом виноваты. Это мы. Мы дали им какой пример. Вы травите людей. Я обвиняю вас Слово Божие, не Игнатий. Где бы не трогал. Благословляйте семья Авраамова. Я ни одной проповеди от вас такой не услышал. Благословляйте, а не проклинайте. Благословляйте, чтобы они пришли к Богу и вместо ожидаемого Мышааха приняли истинного Мессия Иисуса Христа. Я-то печник. Я сторож. Я землякоплотник. Я пастух. И горе мне, если я не проповедую, это о вас говорится, не о мне. Но я свидетельствую 53 года. Всюду и везде, на кораблях, в самолетах, в метро. Меня арестовали, а не вас. У вас-то ни одного нет, кто живет сейчас, который за Слово Божие арестовали бы. За Слово Божие. Не трожьте меня, отстаньте вы ради Бога от меня. Мне благо, что вы нападаете, я благодарю Бога, Господи, ибо блаженны изнанные правды ради. Но вы-то что делаете? Люди, глядя на вас, отравленные вами. Они начинают тоже по-своему рассуждать. У меня было такое, я выхожу на паперь Покровского собора, а там, кажется, 23 ступени с перерывом. Бабки падают, за ноги меня хватают. Ой, простите, сегодня мы узнали, какой вы на самом деле. Вы всем бабкой пещи делаете бесплатно, да, что пещи-то? А настоятель против вас говорил, вы не православный, бабки да бросьте, наплевать да забыть. В чем нужда-то, Ивать? Настоятель узнал. Игнатий, вы не солнышко, всех не обогреете. Вот он поддержал меня. А ваше отношение к настоятелю какое? Благодарное. Он меня причастил в тюрьме. Пришел туда. Никита, еще выливаешь? Ты зачем выливаешь-то? Воду. А? Воду с под картошки выливаю. Мы и говорили, после картошки оставлять, отстоять и выпить. Полностью выливать. Даже грязь выливаю. Так, поставь пока где-то, потом сделаешь. Маленько в сторонке. Ты не забывай, что говорил, попутно сейчас я... Открой там на плиту, поставь, покрышку убери. У тебя все правильно уже получается. Никита, иди сюда. Ну-ка, покажи. Все, хорошо, поставь пока. Надень перчатки, какие ты вчера хлеб нес. Быстренько. Ты в них работаешь? Да, вчера работал. Ты работаешь в них. Его... Тебя кто послал вчера за хлебом? Я, может, сам пошел за хлебом. Ты сам пошел. Ты думаешь, почему хлеб продают в Салафане? В магазине. Чтоб не весь выпачкался, да. У тебя вчера они еще прямо только что в земле возились, в стеклу, морковку копали. И ты несешь кирпич хлеба, кладешь, я говорю, ну так как? Ну ты что делаешь? А ты уж у меня руки грязные. Грязные руки в перчатки толкать нельзя. Это первое. У тебя изнутри они будут грязные. Прежде бы вымолкни. Никто не посылал, ты сам пошел. Хлеб насущный, которым мы просим у Бога, он достоин всяческого почтения. И ты этими перчатками его залапал и несешь сюда. Убери. Ты убил. Я его сам съем. Сам съешь, когда кусочек упал на пол. По грузинскому обычаю ты обязан обдуть его, перекрестить и съесть. А я тебе сказал, хлеб в течение недели в рот не бери. Было так? Да. В этих грязных перчатках ты принес хлеб? Да. Да. Я только сказал это, гляжу, ты что-то там уткнулся. Ты в это время еще подумал конкретно обо мне? Ничего. Ничего не подумал. Я хочу внутри знать. Но я вижу Володю это сразу. Ты что, Володя, сказал? Простите его на первый раз. На первый раз. Видите, у него заступники. А я еще ответил. Прощаю. Наверное, я этого жду. Больше не надо ничего. На первый раз. Значит, руки тщательно мыть перед тем, как брать хлеб. Я что-то новое говорю? Нет. Нет. В рукавичках никогда хлебу не прикасайся, не считай, где 40 градусов не будет морозу. Иначе я тебя отстраню ходить за хлебом. Буду ходить сам. Хорошо. Ты меня понял? Вот я сказал, там надо у кота то, другое убрать. Ты что-то одно слово сказал. Мне не надо ничего. Я сгорбатился и полез туда. То, что ты не делаешь, оно будет сделано, но сделано не тобою. Ты должен причитать за счастье, что тебе что-то доверяют. Тебе доверили хлеб приносить. Ты уже хлеб вместе печешь. Режешь. Режешь, а оно что, через доску туда доставить. Я тебе научил, как делать. Так, нет? Так, так. Зарай выходил сегодня? Ходил. Видишь, как у тебя уже две мордушки. У тебя сдвиги есть. И сдвиги положительные. Никакие Дудины, там, Бирюковы, они тебя этому не научат. У них нет ничего этого. Ничего. Я их прощаю, хотя они не просят прощения. А то, что они говорят, что да, я такой. Я вчера вечером такое раскаянное чувство было. Господи, вот отец у нас был, Тихон Дмитриевич, инвалид войны. Десять ребятишек. Я до конца при жизни его не осознал, какой подвиг он делает. Мы жили, учились в Корщиной. Это 12 километров по прямой, а в обез это 16 километров. здесь. И мы жили у одной бабушки, Анна, почему-то фамилия, как Блюденеха. Бабка. Мы были неправы, мы жили с двоюродным братом там. И я был там. То есть, можно было где-то там помочь, что-то. Мы как будто слепые этого не видели. Но у ней, правда, брат жил. Митя. Митя, она зовут Митрий. Вот. И отец запрёк, здесь лошадей не давали, быка. Быка. Бык. Это кастрированный который бык. Волк. И он на сане наложил кизяк, который овечек пасут, а солому подстилают в сырое время, они высыхают в сырах, овечки оправляются, и потом он как слоёный пирог. Кизяк, которым топится. И он мне туда отец привёз полный этот. И он идёт за этим быком, ну а бык-то? Бык-то идёт в развалку, его не разгонишь. Идут. Крутить хвосты быкам он не идёт, берут хвост и на излом, он бывает ломает его позвоночник, позвонки в этом, в хвосте. Но я говорю о других, не об отце. И он один по морозу отец туда привёз кизяк. Это вообще даже пройти ночь один. И дали-то, когда в обед там где-то дали быка, он уже ночью приехал-то. Ну я разгрузил, там помогли осознать величие этого я... Ну я не мог в пятом классе. Мне не дано тогда было. Ну отец, отец, вроде они должны, родители. Слово должны я не знал. Просто, ну естественно принимаешь, как грудь матери. Ребёнок, он же не задумывается. Другой раз отец вспоминал со слезами. Отец решил пристроить стенки. Ну ничего же нету. Каким-то образом он там раз селись с них приезжает, с Кадникова, два, три, он его поет. А у матери мёд, пасеку держали, медовуха называется. Там ничего нету, кроме мёда. И она такое, что в голове не чувствует, а подняться говорить не может. И тогда, когда у нас были, он выходишь, помню, из сена крыльцо, и тут балочка торчит, он уже пьяный такой, выходит, пьяненький, у него с собой молоток, печать. Он так размахнулся, по торцу ударил, и там домик отобразился. Это его печать, её не поделать. Домик. То есть, этот лес официально данный, не сворованный. И вот отец поехал туда. Ему нагрузили летом, жара, на двух быках. Он нагрузил телегу. И только выехал, он был с Самуилом, брат старше меня, ну я-то был, может быть, лет пять, а тому лет десять. И сломалось колесо. А нагружённое, там мужики помогли ему, где на лесхозе-то. Он нагрузил и телега идти, а быки не стоят, бьются, где хвойный лес, там паутов, оводы, слепни называется. Они кусают, они им под кожу откладывают яйца, быки мешутся, и сломалось. И отец один. Это высказать нельзя. Отец всё рассказывает, но я тогда этим не проникся. И тогда он оставляет, видимо, этого Самуила, десятилетнего, там, ты хоть паутов отгоняй. И сам оттуда, 10, может, 12 километров, пришёл пешком, выпросил колесо, пошёл заменить колесо. Ну колесо-то надеть, надо её поднять, телегу-то. Это отверженное Викторию Гюго, там написано такое, где он, когда пала на него, телега, то он её залез, поднял, его прозвище было Домкрат, у Жана Вальжана. И отец мой, как Домкрат, слегу сделал, подцепил эту телегу, поднимает и не может, говорит, глаза кровью застило. А ребёнок 10 лет. Ему эту угружённую телегу с лесом надо поднять, одноруком. и он её приподнял, Моня, колесо надеть, чтобы он подошёл, ему колесо на ось надеть-то. Он её держит, телегу на себе. Понимаете? Я раскаиваюсь, прости меня, Господи, за что? За то, что тогда я не поняла этого. Я никакого счастья принять не мог, но само по себе постепенно доходит это всё. У меня было такое, я сидел, читал книжку под лестницей, а тяня и мама им дали отходы, отходы для куриц, ну там, отреяная, смекина, и гляжу, они везут, а уже было сыро, уже вот-вот растает, уже таяло где-то. Я глянул, они двое везут там по сторонке, и там недалёко было бы. Я считаю книжку. Я сразу не встал, я не встал где-то минуты три, а гляжу они уже ближе. Я книжку отложил и побежал, уже учился в 10-м классе. Я по сегодняшний день себя простить не могу. Вот эти минуты, три минуты, я подбежал, схватил, для меня, для молодого, 16-летнего, сгрёб я это и попёр, почему три минуты раньше я не соскочил, когда увидел, что они уже везут. Я не знал, что они ушли. Я себя простить не мог. Я сразу вложил и пить имью. Яйца, они везли для куриц, только на Пасху. И пасхальная неделя. Я лет, может, 15-20 яйца не ел, не считая пасхальной недели. Умышленно. Хотя люблю. Я тебе каждый раз говорю, придумай эти пить имью себе адекватную. Я не помог отцу. И я-то почувствовал, они меня обвиняют. Ну, скажите, а вот гордость. Ну, как обвинить? Гордость, гордость. Это гордость, а другое дело, я отнял редьку, не дал тебе. Ну, гордость. Где она гордость? В чем? А вот вы не почитаете. А что я почитать, когда у меня Библия есть? Сколько я Библии провел, у вас все епархии вместе не провели. Мне ее Бог открыл. Достаточно было три слова, два, три, по-славянски в церкви. Я точно мог сказать, книга, глава, стих. Я был с профессорами, богословие беседовал в академиях, и все удивлялись. Мы такого не встречали. Они на выбор, давайте, вот по симфонии. Мы по симфонии, тогда была симфония. И так. Я быстрее находил место, фраза какая. Они ее по симфонии считают, а я на вскидку сразу глава стих нахожу. Они так глядели, вы еще так всю из Библии наизусть знаете, нет. Ну а как же так вот называемое пятое место, вы не знаю. Когда вы называете, оно мне как высвечивается. Если прочитает одну букву не так, я сразу оставлю, неправильно прочитал. Буква вот там не так стоит. Не так. До трех раз предупреждаю, считайте имя, по буквам считает. Правда, это вы так знаете. Ничего не знаю. Это Бог дал. Это невозможно. Это я говорю священникам, чтобы они не бузили против меня. Я принимаю и говорю, благодать в устах ваших. Как на Пашкова воеводу говорил про топопа вакуум. Мне это дано и я высказал. Высказал и все. Если я виновен, молите, чтобы Бог простил меня. А невиновен и справьтесь. А я говорю о чем? О проповеди, о примерной жизни, чтобы не было вот этого безобразия из поповской среды. Как говорит Пушкин, о ком анекдоте? Этот, Пушкин сказал, Белинский, Лиссарион Григорьевич. А о попе до поповой дочке. Поп-толоконный лоб. Почему? Показали себя такими. Ну, мало еще там, еще Лескова поминать будете. Вспоминание Лескова, Димитрия Ростовского, чудотворца, канонизировано Петром Первым. Когда он пришел, в каком, говорит, мерзком сосуде хранятся дары. Он спрашивает, дары, тело, никто не понимает. Считать не умеют. И только сопровождавший его говорит, запас где? Запас. Ну, если кто-то умирает, запас. Он побежал сразу, приносит какой-то сосуд мерзкий, мерзкий. И он говорит, когда проверил совершенное стопроцентное невежество, по Миловскому бурсу считайте, это ваши истоки, вы другими не можете быть, пока не родитесь выше. Я-то об этом и говорю. А они тыщут, что я им не покоряюсь. Я покоряюсь, склоняю голову, благословляюсь, плащу десятину. Больше я вам дать не могу. Всю десятину я отдать не могу. Я платил девять десятин всю жизнь. Девять. Так что простите меня, отцы честные. Я вас обидеть никак не хотел. Умолкните. Отстаньте вы от меня, не грешите. Иначе вы будете просто поражены. И при том недолгое время. За стол садимся. Богу слава. Отошел. Давай, начнем. Отошел. Отошел.